Галакси Рейдер садуайся, галактические Рейдеры подлечения. Тяжелая пушка, ну так, они все как бы считаются, что просто крупнокалиберные, а то тяжелые пушки. Просто и то пушка, и то пушка, но есть и тяжелые пушки. То есть тяжело и пушки, и тишом, как боевая занятность, но они просто пушки. Так вот, лазеры. Говорят, если это лазерная пушка, и это значит только плазменный пулемет. Так он не пулемет, а пушка-пулемет. Плазменная пушка-пулемет. Но это мини-пушка. Типа усиленная, то есть, как в лабиринте крутится. А пушки у него не лазерные. То есть, он стреляет у него лучше, то есть, он держит, чем больше лучше держит. Это как по системе пульс-лазер, бим-лазер и милитарий лазер. То есть, пульсирующий лазер, он будет, потому что он держит лучше, там, какое-то определенное, там, пару секунд и все. А, допустим, бим-лазер, он, там, три секунды держит в овощ, линию овоща. А милитарий был четыре секунды. Мэджики, там, Экселиум, какой-нибудь, там, уже пять секунд. Ну, сколько мини-тайм-поинт, это двадцать секунд сколько там залпов делать. Какой-то разрыв, еще отдыха между агрегатами, ну, между залпами идёт. Промежуток, промежуток, промежуток. И уже дальше, по системе вот это он будет стрелять, тут, лучами, как лучи мёта. Ну, лучи мёта так, тут вообще может в школе и постоять. Ну, это гравитонная лучи мёта. Ну, тоже по секунду, чтоб, так сказать, сохранять мощь, мощь дают все криты. То есть, можно и так сказать, но средний урон, как и тоже будет. Ну, критоны, это более сложное выражение, вроде техномага вообще так разнообразно. Потому что это галаксов, как бы, синий луч. Хотя это оружие симонаксов, ну, симонаксов и галаксов, вот, они синий луч. Ну, достигли технологий. А у галаксов до, синий луч, как бы, не было. Это хеон. А хеон, это, ну, всё равно, что, летающая какая-нибудь платформа, ну, размером, с ту же канонерку. Ну, тут однопушечную и так, и корабль, и канонерку вот, вместо стерборда установить. Ну, только горизонтальная полоска. И это золотой луч, все хеоны. Ну, приблизительно мощь пушки, чтоб очень оценить. И до чего она стреляет, ну, за счёт много энергии. То есть, галакси и генераторы, они дорого стоят. Почему? Чтоб такие заряды снабжать. И начал применять контумы. Ну, до тахеолога контумов. Это сейчас. Потому что у неё контумы, по сути, высоевывали. Нету других там. Ну, смысл, ну, можно её на реальный азар, если учити, типа. Ну, уровень его азара. Ну, он даже будет под адвансиатой азар, типа, по этому уровню. Ну, эта пушка будет, как бы, на отдыхе. В отдыхе он, наверное, да. Постоянно, так сказать. Но она предназначена для больших, как бы, боёв. То есть, у них сверх дальняя дистанция. Ну, обычно тоже применяется около средней дистанции, или там. В общем, вылететь и суппорт. То есть, кораблей противника много, тут 50, может, 100. А здесь, если есть какое-то количество мы удалось сравнять. Например, за счёт файтеров, за счёт иномера каких-то, это. То, как бы, в доминации считают только больше кораблей, больше целей, пока те не проломились. Пока не проломились. Как бы, ну, анимарами я даже не могу. А тут-то чем поддержать такую? То есть, мощь кораблей, там, ну, может, в десятки раз превосходить. Чем оборона. Ну, а за счёт базы. Ну, база сейчас. База мощная. База мощная. Сфера-база, например. А чтобы мощная, да, на сколько его надо прилететь, и кто-то будет постреливать, там. Как Балтиханта. Избранные цели. Ну, выборочно. Там-там-там, это. Но он съест. Задолго. Он стреляет, как-то. Ну, тахёло, как может, в сути четыре лежалых лазеров. Ну, и в мини-режемых лазеров. Ну, можно больше прилавить, можно и разрезать там. Надо всю нагрузку на пушки. То есть, чем хочется, чтобы дольше она стреляла, в днях, там, четыре дня, там, в таких повелках есть. Наверное, как более рационально подходить. Иногда с золотой знанием техники ей мешать такую пушку. Чини. Ну, чтобы она это актуально поддерживала. Эти клопы, это, у них есть разные смыслы пушек. То есть, большая пушка, это ещё не главный калибр. Потому что главный калибр, это отдельная, как бы, технология. Отдельное производие. Но если нету, тогда можно, заметно, на старбор поставить большую пушку. Или в Примари. Вот две пушки будут. Ну, вот это, слушал, золотых ангелов. Они в Примари ставят большую пушку. Ну, если я разобью, то у них ещё и борцовые пушки. И старборда, например. А несколько разных пушек сложнее обсуждать. Или две надо сразу. Ну, так это две больших. Один в Примари, один на старборде. То есть, девять больших пушек всё равно легче обсуждать, тем четыре, например. Ну, в технике. А техники, как бы, изначально особо нету. То есть. Здесь вообще действо, что устроился дроид почти. У него и прочее вооружение. Хоть и на тяжелое. В основном. Тяжелые лазеры, тяжелые пушки. И пушки, которые лазерные. Ну, то есть, то агрегаты, можно так сказать. Что-то треники какие-то. А тяжелые пушки, они в основном. Ну. Тяжелый лазер, это треник особо. Тяжелый лазер. Если у агрегатов всё-то. А если, именно как пушки, то это двойной турболазер, например. То есть, двумя возниками. Ну, то есть, два ствола. Или четверной. Но не турбо уже было. Ну, может и турбо быть, может и не турбо. Ну, обогрегировать. И лазер, ну, пощелкивают. Ну, урон лазера сравнений. Знаете, конечно, если выпускается шаробами. Плазмой. Плазменными шарами. Это вот так умеренно. Ну, то есть. Не сверх, это двой, может, в часах. Несколько часов. Лучше со всем одними лазерами. То есть, нужно что-то большие пушки. А с пушками можно чем-то в 20 минут разобраться. Ну, с какими-то кораблями. Со всеми. А у жонеров, в основном, турели. Ну, турели, у них мощные, большие турели. Ну, они их медленно копят, но не эффективно. И какие-то тоже лазеры имеют. Тяжелые лазерные пушки. Ну. Лазерная, тяжелая пушка. Или вообще, как автопушка, чтобы она автоматически сама работала. То есть, на заседине цели она там подстреливается. Они все, как бы, стреляют сами, да. Ну, для пользователей. Но персонаж контролирует. И даже самые пользователи могут контролировать, как пушка. Куда-то не туда углубить. И переключить на меня кого-то. Крюму или самому стрелять. Прицеливаться. Ну, на маневре, это с того на что сложно. То есть, третий в ближнем, не знаю. Пусть. И на хвах. И на пусть пушкой. И на хвах. И на хвах. Извинеры. Драмадеры, когда уже. Этому. Нон-дуксу. Стараются поджарить. Этого. Пород. Ну, то есть, не Тауэр Дефенс. Вот, у них тоже. Некие подобие Тауэр Дефенс есть. Это просто не Тауэр Дефенс. Это просто огромное. Нон-дукс. Огромный, там. размеры, например, маратера, то есть два эсминца, это как минимум, может быть, четыре, которые заведут. Обычно в паре одинакового размера просто запускают. Биономады выпускают в паре, по плане нундукса, а тундукс это вообще-то как до родного с 80 летающая база. Ну то есть вместо Борга огромного пускают такие тундуксы. Но тундукс это уже как-то для натиска и проводят.